В ноябре Владимир Машков отметил 55-летие. Жизнь актера складывалась непросто, в детстве он был заядлым хулиганом и имел большие проблемы в школе. Маленький Машков даже не думал об актерской карьере, он всегда мечтал заниматься биологией, хотя его родители работали в театре кукол. Приехав покорять Москву, Владмир пробовался в разные театральные вузы, но либо получал отказ, либо не сходился характерами с преподавателями. Есть легенда, что узнав о том, что Олег Табаков набирает свой курс, Машков подкараулил своего мастера и сказал, что если он не возьмет его к себе, то актер обольет себя серной кислотой. Видимо, это возымело успех, потому что Владимир стал учиться вместе с Ириной Апексимовой, Евгением Мироновым и Валерием Николаевым. Теперь же, когда Олега Павловича не стало, Машков возглавил его театр и продолжает дело своего мастера. По его мнению, Табаков рассчитывал на то, что ученики будут нести традиции МХТ. «Это желание Олега Павловича, я это почувствовал. Он со мной разговаривает каждый день, я к нему обращаюсь через его книги. Все его слова звучат абсолютно по-другому. Все, что происходит со мной, моими товарищами, с театром, он это предвидел», — сказал Машков. Но были и неприятные моменты в общении двух актеров. Как-то раз они сильно поссорились и долго не разговаривали. Супруга Табакова, Марина Зудина, вспомнила о том конфликте. По ее словам, ее муж не дал набрать курс одному очень хорошему человеку в школе-студии МХАТ, что сильно задело Машкова. Володя очень резко высказывался на эту тему. Не знаю, помнит ли он или нет, но градус, с которым он общался, был неадекватен происходящему. Но умение прощать и становиться над ситуацией — это свойство Олега Павловича, которое Владимир Львович оценил тогда, — вспоминает Зудина. Когда в апреле 2018 года к власти в театре пришел Владимир Машков, то это вызвало неоднозначную реакцию среди труппы, как рассказывают журналисты в фильме «Владимир Машков». Один по лезвию ножа, часть труппы восприняла его назначение в штыки. Друзья вспоминают, что он принял позу очень серьезного, требовательного и беспощадного реформатора. Но уже вскоре стало понятно, что он справится с задачей и в табакерке воцарилась прекрасная рабочая атмосфера.